всем доброе утро сегодня у нас 8 мая как всегда 5 часов утра и ну около шести уже сегодня не хотелось мне идти снимать но все равно лежал и лежал думаю нет пойду сделаю обход посмотрю что хочу у меня творится ну и что прогноз неутешительный вот только вышло ведро стоит вода в ведре малость примерзла ну есть морозец но видно небольшой но вообще вот я иду очень холодно ветер холодный холодно в теплицах во всех трех обогреватели вчера и в третью в эту принесли обогреватель целый день свечки жгла научили меня нашла крышки закрыла ведра наставила свечек целый день а вечером все-таки принесли обогреватель так посмотрим чё в бочках тоже покрыто льдом здесь упс ну небольшой такой тоненький слой льда но все равно лед все замерзшие так температура на градуснике ниже нуля 2 или 3 градуса вот обещали 0 минус 1 а у нас минус 3 получается быстренько заскочила в теплицу но тут обстановка тоже вроде как все живое я еще немножко кое-что с краешку салфаном прикрыла вот капуста цветочки прикрыла нифига не растут они холодно ну так вроде бы все бодренькое сколько тут у меня градусов 5 тепла ну ладно хоть 5 а на улице минус 3 все прикрыто видите все закрыто вчера руки у меня чесались и я рассадила эти помидоры которые у меня в ведрах букетами стояли вот они вот они несколько штук высадила в грядку в ту теплицу которая у меня старая последняя вот салат пекинский надо уже высаживать куда-то а холод собачий ой тут под укрытием баклажаны перцы помидоры двойной спонбонд вот так укрыто обогреватель на всю перцы живы слава богу сказали не высаживайте они у вас сдохнут вроде как не сдохли обогреватель я на эту сторону поближе подвинула перцы все с бутонами зацветают вроде как живы но еще не вечер обещают если сегодня обещали но он с 0 минус 1 то вот сегодняшнюю ночь обещают сегодня 8 мая с 8 на 9 минус 2 минус 3 значит будет минус 5 минус 6 ой мам дорогая чё творится конца края нет вот стены в теплице все запотевшие запотевшие это хорошо значит здесь ничего не замерзнет вода на всех емкостях так и стоит вот клубнику которую посадила в горшки смотрите она чувствует себя прекрасно это вообще зимовало в теплице он выпускает цветоносы скоро будем и ягоды в теплицу сажать вот к какому выводу я пришла так пришла я во вторую теплицу здесь тепло здесь 10 градусов обогреватель на всю помидор вчера не стал дальше подвязывать как вот чуть-чуть подвязала эту сторону прикрыла но здесь теплица поменьше 3 на 6 поэтому здесь теплей и немножко утеплены вот бока видите я вот так утеплитель подложку запихала и там у нас стоит внизу тоже утеплитель от стенки немножко отодвинутые эти нельзя их было вплотную вот из-за этих железок который двойная у нас железка на теплице нельзя было вплотную сделать грядки и между грядками и стенками там пространство туда я напихал тряпок и газет вот у меня там тоже немножко как бы утеплено поэтому смотрите вот здесь лучше видно вот между грядками между стенкой стоит утеплитель из-за того что вот это железка 2 двойная дуга у нас теплица вот и нельзя было грядки вплотную металлические металлические грядки они такие по кругу идут и получается мы туда вот утеплитель к стенке и здесь она и меньше и больше утеплена то есть если я так рассчитывала в нее хотя бы рассаду там вынести потому что дома говорят чё так рано чё так рано приехали два кота и мне пришлось все эвакуировать они были младшей дочка в гостях у тех родителей и он там рассаду огурцов сожрал котик котик обормотик вот помидоры я сейчас не поливаю только рыхлю потому что холодно и неизвестно еще сколько это продлится пока на ближайшие вот эти несколько дней тепла нам не обещают и вот 3 теплица старенькая ой грязненькая спасибо что научили целый день у меня вчера горели свечки в ведрах я положила вот так в леске накрыла крышкой оставила дырочку и все-таки здесь было очень хорошо тепло вот два ведра стояли в каждой по две свечки вот это так и была закрытая сюда высадила несколько штук помидор которая рассадила из букетов ну и принесли на ночь обогреватель хотя она вся худая вся дырявая крыша теплица в общем ну что делать дома хладрыга была невозможная целый день шел снег мокрый с дождем топили печку так здесь 5 градусов потому что она вся дырявые двери я скотчем заклеила дырки какие можно было но с улицы не могла потому что шел снег шел дождь и все было мокрое сырое и я даже где видела дырки я вам покажу вот она дырка видите сквозная я не могла заклеить там что все сырое ну вот так ну тоже испарено ничего вот эти виолки я их выкопала из грядки эти виолки они в прошлом году цвели в грядки и смотрю чтоб не замерзли я взяла выкопала вот в горшки они разрастутся потом я их или высажу или выставлю просто ну то же самое испарено так что все нормально сегодня вроде бы выглянуло солнышко клубника даже распушилась но она еще не с бутонами не цветет она ждет хороших времен так что пусть ждет ну и посмотрим что у нас здесь цветами индикатор у нас тюльпаны вот нарциссы желтенькие отцвели я обрывала макушки розочки вроде как живые вот тюльпанчики тоже самое когда жарко они так быстро отцветают а холодно смотрите и они цветут не знаю уже дней десять самые самые морозы и холода они радуют и примула тоже самое ой листик ее прикрыл посмотрите как она и гортензия вот молоденькая ничего так что это вообще розочка комнатная но живая не знаю как она будет это флорибунда пионы тоже ждут лучших времен а это у меня прошлогодний лук порей смотрите ему вообще ничего не делается прошлого прошлого года остался зимовал и вот весной растет все ему нравится мороза он не боится чесноку тоже два счастья смотрите как ему все нравится такая температура минус два три ему ни почем а этот вообще головками посажен как темный лес хотя я расстояние хорошее там выдерживала офигеть как он распушился все ему нравится и здесь тоже самое ну и хорошо слава богу и это бочка ну ну небольшой слой но замес ну все обошли мы с вами это ирисы здесь вот лилии вылазит потихонечку там хосты еще здесь вон гиацинты цветут за домом здесь потеплеем наверное не знаю вот и пионы пока живы что будет завтра еще не знаю а это лилии я присыпала землей они вот снова показались не знаю что с ними будет дальше вот гортензия потихонечку листочки выпускает все нормально лилейник вот даже никаких признаков подмерзания не подает вот еще пион а маргаритки вообще цветут а здесь у меня сирень махровая турецкая вот она тоже скоро зацветет кругом у нее бутончики яблони груши все стоит не распускает цвет все с бутонами все с бутонами все ждет хороших времен тоже хорошей погоды не знаю как видно вам вот все цветы все яблони все груши мои все ждут не хотят они свести в такую погоду и правильно прям вот у них бутоны сделали мы с вами обход всем спасибо за обратную связь не только у нас это везде повсеместно вот пожалуйста смородина блин ничего не видно что-то у меня ничего сегодня не видно мне самой солнышко отсвечивает но она продолжает цвести не знаю будут ли ягоды посмотрим потому что народ пишет что все замерзло изо всех уголков нашей необъятной родины везде пришла обратная связь спасибо вам пишите комментарии конечно очень жалко где по южнее потеплее и все было в самом рассвете сил многое померзло у нас то ждет выдерживает температуру потому что у нас всегда похолоднее и цветет попозже вот сейчас покажу еще и малину малина у нас растения наверное адаптировались уже к холодной погоде малина тоже ничего все нормально она еще даже не цветет это ремонтантная малина желтая еще не цветет но не замерзли листики во всяком случае тоже все в ожидании тепла смородина тоже не замерзла зато смотрите все макушечки чистенькие светленькие развернутые никто не жрет в такой мороз отлита нет и вообще ничего нет но я правда обрабатывала всю смородину батрайдером поэтому она стоит вся у меня в цвету вся зелененькая особенно вот обращайте внимание на макушки макушки конечно листики бледненькие но вредителей нет обычно макушки завернутые всегда вредителей нет не знаю было очень много круглой почки сейчас не видно ничего то ли они отвалились не знаю но все друзья мои главное здоровье берегите себя остальное все наживное все вырастет не в этом году так в следующем ну что теперь делать как-нибудь мы все это переживем так что главное здоровье всем пока пока пока